Вызволять пятерых охотников из ледяного плена пришлось с помощью вертолета. Спасения люди ждали в одном из заливов Саяно-Шушенского водохранилища. Чтобы вертолет смог приземлиться, мужчины несколько часов разгребали сугробы, готовили площадку для посадки. Уже позже, отогревшись, рассказывают. В переплет попали из-за резко изменившейся погоды. Поплыли к охотничьим угодням на катере, когда акватория водохранилища была еще чистой ото льда. Планировали вернуться через день, но ударил 30-ти градусный мороз. Их катер буквально вмерз в лед. Сломались и все, вмерзли все. Что еще? А погода как была? Володь. Сорвали всю рыбалку нам. Конечно, мы хотели остаться, порыватить еще. Все пенсионеры, база рядом, мы шли на рацию. Все, все у нас, все нормально. Когда охотники не вернулись, тревогу забили их родственники. Спасатели искали пропавших из воздуха и с реки несколько дней. Поиски осложнял сложный ландшафт и наледь на реке. Но следы охотников удалось все же обнаружить. На акватории водохранилища мы обнаружили только полынью с характерным проходом катера. Обследовав ее с воздуха, настолько, насколько можно было возыметь возможность, был сделан вывод, что это, по сути дела, предполагаемое место разворота. Так как в этом месте, во-первых, была полыня достаточно разбита, расширена. И от полыньи на удалении до 500 метров туда и обратно было два следа. Ну, будем говорить, двое человек, два человека людей прошли. Вот только куда именно они направились, было непонятно. Поэтому спасатели буквально прочесали 50 квадратных километров труднодоступной горно-таежной территории. Для поиска людей, только поисковые группы, было порядка 15 человек, использовалась авиация МЧС России, вертолет Ми-8. Кроме того, по договоренности с предприятиями использовался один катер, который обследовал именно береговую часть залива, где мы предполагали нахождение охотников. Найти охотников удалось, когда те вышли на связь и сообщили свои координаты. Специалисты МЧС говорят, настоящее везение. Люди застряли во льдах рядом с угодьем охотника, у которого был радиопередатчик. Мужчина доставили в родной поселок Черемушки, а катер остался стоять во льдах. Его охотники будут эвакуировать самостоятельно уже весной. Ольга Тишинина, Владимир Иваненко, Новости.